МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вечер 1 августа не остался без происшествий. Около 20.00 на улице Пушкина в Саранске 30-летний водитель, пытаясь скрыться от экипажа ДПС, врезался в припаркованный эвакуатор. Позже выяснилось, что избежать встречи с инспекторами он хотел, потому что был пьяный в таком состоянии и сел за роль. Как рассказали в ГИБДД, в момент столкновения в Гранте находился только водитель. Медицинская помощь ему была оказана на месте. Вот вы за рулем в нетрезвом виде ездите. Вы не думаете, что угрожаете безопасности дорожного движения, например? А? А что, вы отвернулись? Вам, может, стыдно стало? Снимать ногу, перестать, нет? На месте ДТП на пьяного лихача составили 4 административных материала. За управлением в нетрезвом виде непристегнутый ремень безопасности, невыполнение требований об обстановке и повреждения элементов дорожного ограждения. Общая сумма штрафов, помимо лишения водительских прав, может превысить 40 тысяч рублей. А это кадры еще одного ночного ДТП в Саранске, которые разместили пользователи социальных сетей. На перекрестке улиц Титовой, строительной, неустановленный водитель предположительно не справился с управлением, перелетел через бордюр, врезался в световую опору и приземлился на газон. Учитывая, что никто в этой аварии не пострадал и заявлений об ущербе ни от людей, ни от организации пока не поступало, никакой проверки по этому факту в ГИБДД проводить не будут. Анастасия Семышева, программа «Происшествия». В Мордовии полицейских задержали подозреваемых, завладевших многофункциональным развлекательным центром «Портал» обманным путем. Под предлогом осуществления ремонта трое мужчин вывезли терминал из магазина, расположенного в Ордацском районе Республики Мордовия. В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России Ордацкий поступило сообщение о хищении лота терминала из помещения магазина-кафе, расположенного в поселке станции Ордацов. В рамках предварительного расследования установлено, что 03 июля 2016 года в вечернее время трое молодых людей направлялись в Ордацкий район, чтобы погостить родственников. По пути следования молодые люди зашли в один из местных магазинов. В магазине один из молодых людей представился сотрудником фирмы по ремонту терминалов и сообщил о неисправности аппарата, после чего двое остальных молодых людей беспрепятственно вынесли в многофункциональный развлекательный центр «Модель и портал» из помещения, после чего погрузили его в автомобиль и скрыли с места преступления. На тот момент в терминале находились денежные следствия в сумме 29 650 рублей. Несмотря на то, что сообщение в полицию поступило спустя неделю, личности подозреваемых были установлены. А все трое оказались жителями поселка Луховка в возрасте от 25 до 32 лет, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение преступления против собственности. Предполагаемых похитителей задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции, где они написали явки с повидней. Со слов подозреваемых, оборудование не вывезли в ближайший лес от полосов, скрыли его, забрали денежные следствия, после чего уехали, выбросили в терминал Лаварак. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, мошенничество совершенной группой лиц по предварительному сговору, санкции которой предусматривают до 4 лет лишения свободы. Расследование продолжается. Юрий Бодров, следователь следственного отделения Межмуниципального отдела МВД России Ордацкий. Рамадановская полиция разыскивает без вести пропавшего Ильина Сергея Степановича 1972 года рождения, который 8 июля 2017 года около 23 часов ушел из дома в поселке Рамаданово, пояснив, что направляется в Розаевку. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Если вы располагаете информацию о местонахождении Ильина, просьба сообщить по телефону Рамаданово 8-734-38-2-14-54, 8-999-778-03-70 или 102. Отдел Уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России Ковылкинский разыскивает без вести пропавшего Федькина Николая Ивановича 1949 года рождения, который 11 мая в период с 8 до 10 часов утра ушел из своего дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. В последний раз Федькина видели идущим в направление города Саранск. По обочине автодороги сообщением Ковылкина-Саранск между селами Мордовска и Русская Коломасова-Ковылкинского района. Приметы Федькина. На вид 65-70 лет, рост 170-175 см, хулящавого телосложения, волосы седые. Был одет куртка баллоновой черного цвета ниже пояса, брюки черные, туфли черные кожаные. Особые приметы. На пояснице имеется шрам круглой формы диаметром около 1 см, страдает психическим заболеванием. Всех граждан, кому что любоизвестно о местонахождении Федькина, просьба сообщить по телефону в Ковылкино. 2-17-44, 2-16-20 или 102. Сболполянская полиция разыскивает утратившую связь с родственниками мать троих несовершеннолетних детей Коробкову Елену Павловну 1985 года рождения. Разыскиваемая в декабре 2016 года уехала с жителем села Салтыково Рязанской области, после чего связь с ней была утеряна. Ранее Коробкова неоднократно уезжала из дома на длительный период времени, оставляя детей без надлежащего контроля. Всем, кому-либо известно о местонахождении Коробковой, просьба сообщить по телефону в Зубовой поляне 2-14-02-38-59-31 или 102. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова